Достигая Израиль и весь мир Вы готовы к Слову Божьему? Мы так рады, что Вы с нами. И я верю, что сегодня Бог будет говорить вам через Равина Кёрта Шнайдера. Благословений вам! Шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Я в большом восторге, потому что сегодня мы рассмотрим мой любимый отрывок из Писания. Я назвал эту тему «Открывая природу Бога». Мы откроем Ветхий Завет, и я покажу вам, какой Бог, и вы скажете «Так это же Иисус». Многие христиане ассоциируют Бога из Ветхого Завета с кем-то жестким и суровым. Затем они читают об Иисусе и видят, что Он добрый, милостивый и любящий, и не могут понять, как Бог из Ветхого Завета может быть тем же Богом, что и в Завете Новом. Многим верующим кажется, что Бог из Еврейского Писания — это совершенно другой Бог, чем Тот, Которого явил нам Иисус. Но сегодня я покажу вам, что Бог из Еврейского Писания — это тот же Бог, Которого мы видим в лице Иешуаха-Машиаха. Помните, Иисус сказал, «Если вы видели Меня, то видели и Отца». Сегодня я покажу вам Отца о Ветхом Завете, а также покажу, как Ветхий и Новый Заветы подходят друг к другу, как рука и перчатка. Вы увидите, какой Бог по Своей сути, характеру и природе. Мы будем читать с вами книгу «Исход», 33 главу. И вы увидите место, где Бог показывает Моисею, кто Он на самом деле. Итак, будьте внимательны. Бог повелел Моисею вывести евреев из Египта в землю обетованную. Моисей был очень неуверен в себе. Для него это было очень серьезное задание. Он спрашивал себя и Бога, «Как я это сделаю?» Помните, когда Бог послал Моисея к евреям? Тот сказал, «Ну как я буду говорить? Я же заикаюсь». Бог ответил, «Разве я не тот, кто создал уста человека?» Но Моисей снова проявляет свою неуверенность, как и тогда, у горящего куста. Мы снова читаем об этом в 33 главе. Моисей говорит, «Я знаю, что ты сказал все это, но я не знаю, кто пойдет со мной. Ты сказал, что знаешь меня по имени и благоволишь ко мне, но я что-то в этом не уверен». Итак, давайте взглянем на Слово Божие. Исход, 33 глава. Начну читать с 12 стиха. Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовеки. Итак, Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною». Хотя ты сказал, «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сие люди — твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Бог продолжает убеждать Моисея, «С тобой — мое благоволение». А Моисей отвечает, «Если это так, Моисею нужно было немного больше гарантий. Ему было поручено вывести избранный народ из Египта в обетованную землю». И он понимает, что своими силами это невозможно. Ему нужно знать, что с ним Бог. Далее идет 15 стих. Моисей снова говорит, «Если ты не пойдешь с нами, то поступай так со мной. Я должен знать, что ты будешь рядом, и поможешь мне, потому что сам я не справлюсь». 15 стих. Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Итак, Моисей уже обрел уверенность и вдохновился. Но давайте продолжим наше чтение. «И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. Я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». Бог сказал, «Я познал тебя». Моисей, «И ты нашел благоволение в моих глазах». И тогда Моисей осмеливается попросить, «Бог, покажи мне твою славу, покажи мне какой ты». Слава Божия — это проявленная Божия сила. В Писании слава Божия чаще всего видна, когда невидимый Бог проявляется в видимом мире. Когда мы читаем о славе Божией, то чаще всего речь идет о проявлении силы Божией в материальном мире так, что люди могут ее увидеть, пережить или почувствовать. Но далее у нас идет 18 стих. «Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Итак, Бог говорит Моисею, «Я использую тебя, чтобы вывести мой народ из Египта». А Моисей отвечает, «Господь, покажи мне, что ты любишь меня. Покажи мне, что я обрел благосклонность в твоих глазах». И Бог уверяет его в этом. Затем Моисей идет еще дальше и говорит, «Покажи мне свою славу». Бог отвечает, «Моисей, пойди и встань в специальном месте. Я пройду мимо того места. Ты не сможешь увидеть мое лицо. Но когда я пройду мимо, я открою твои глаза, и ты увидишь меня сзади. Ты увидишь, какое я». Мы подходим к 34-й главе. Моисей находится в том месте, о котором сказал ему Господь. В расщелине скалы, и вот он призывает имя Господа. Он призывает Яхве. Яхве — это личное, тайное имя Господа. Моисей призывал имя Господа. Когда он произнес Яхве, слава Божия сошла на то место, и тогда Господь показал Моисею, какой он на самом деле. Итак, Бог рассказал Моисею, какой он. Но Моисей не только услышал это. Бог дал ему откровение и просветление во внутреннем человеке. Когда Бог открылся Моисею, Моисей почувствовал внутренний свет, который помог ему понять, кто такой этот великий Бог. Мы посмотрим 34-ю главу, где описан этот случай. Скажу наперед. Когда вы видите в Писании слово «Господь», то это личное, священное имя Бога, которое состоит из четырех еврейских букв. «Ют», «Хей», «Вав», «Хей». Поэтому там, где написано «Господь», Моисей призывает имя Яхвы, личное, священное и заветное имя Бога. Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Божие пребывает вовек. Итак, Моисей находится в расщелине скалы. Начнем с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Яхвы, и прошел Господь». Итак, сказано «прошел Господь пред лицом Его», и возгласил «Господь», «Господь», «Господь» или «Яхве», «Яхве». Затем Бог отвечает Моисею. Какой Он? Бог не просто говорит Моисею, что Он сострадательный, Он наполняет Моисея светом откровений, чтобы Моисей понял, что же значат все эти слова. Далее сказано «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил». «Господь», «Господь» — «Бог человека любивый и милосердный». «Долготерпеливый и многомилостивый и истинный», «Сохраняющий милость в тысячи родов», «Прощающий вину и преступления и грех», «Но не оставляющий без наказания», «Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тот, что спал на землю и поклонился Богу. Именно такому Богу, милосердному, долготерпеливому и многомилостивому и истинному мы с вами служим. Сила Иисуса здесь, и она исцеляет вас прямо сейчас. Исцеление течет, если вы осмелитесь поверить. Иисус был распят на кресте, его раны. Вы исцелены. Примите свое исцеление на этом месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Эта женщина в 2014 году попала в аварию. С тех пор у нее были проблемы с ногой. Сейчас она впервые за долгое время может стоять на этой ноге. Она впервые за долгое время стоит без костылей. Сила Божия коснулась ее, и она почувствовала, как боль покинула ее тело. Во имя Иисуса Христа. Господь использует это служение, чтобы менять и восстанавливать своих детей. Вот некоторые свидетельства, которые мы получаем. Я нашла вашу программу совсем недавно. Я смотрела, плакала и молилась вместе с вами. Равен Керт, Бог использует вас, чтобы принести радость, надежду и силу в мою жизнь. Теперь я даже смогу служить страждущим людям. Дайана. Дорогой Равен Шнайдер, я смотрю вас всего два месяца. Мы с мужем рукоположенные служители, но мой огонь начал угасать. Ваши программы ободрили меня и дали мне такое необходимое обновление. Я могу смотреть вас часами, и мне не надоедает. Спасибо вам, Дженнис. Слава Богу за то, что это служение помогает таким людям, как Дайана и Дженнис. А сейчас я хочу показать вам, что Бог открыл Моисею, когда Слово Божие вошло в его сердце. Давайте разберем некоторые еврейские слова, чтобы лучше понять природу Бога. Я считаю, что эта встреча Моисея с Богом является самым понятным и самым глубоким откровением о том, кто такой Бог. Моисей встретился с Богом. Бог назвал его своим пророком, потому что он видел Бога лицом к лицу. Он не видел всю славу Божию, но имел такое сверхъестественное переживание, что после этой встречи он имел полное понимание того, кто такой Бог. И вы увидите, что в этом откровении показана такая же личность, как Иисус. Итак, в шестом стихе Бог говорит «Господь, Бог человеколюбивый», или на английском сказано «сострадательный». На еврейте это слово «рахум», и оно связано с материнской утробой. Любопытно, не так ли? Первое, что видит ребенок, когда рождается на свет, — лицо матери. А какая она, мама? Любящая и заботливая, описывая самого себя, Бог в первую очередь использует слово, связанное с материнской утробой. Если вы думаете, что Бог жестокий и суровый, то вы должны понять, что это не так. Самая первая и главная характеристика Бога — это то, что Он — «рахум» или «человеколюбивый». Затем Бог продолжает. Он говорит «Господь, Бог человеколюбивый». От слова «рахум», что связано с утробой матери, и «милосердный». Еще раз хочу подчеркнуть, что Моисей не просто слушал эти слова, когда Бог открыл Моисею, что он человеколюбивый, Моисей получил полное откровение об этом. Он не просто слышал это своими ушами, а понимал внутри, что все это означает. Он осознал, что Бог, которому он поклоняется, в первую очередь, человеколюбивый. Затем Бог сказал, что он милосердный. От еврейского слова «ханун» «милосердный» означает проявлять благосклонность, чувствовать жалость и проявлять любовь и нежность. Итак, Бог сострадателен и милосерден по отношению к нам. Он проявляет к нам благосклонность и доброту. Он идет к нам навстречу и проявляет к нам милость. А вот он, какой Бог. Именно такого Бога демонстрировал Иисус. Не так ли? Ну а мы пойдем далее. Итак, тут сказано «человеколюбивый» и «милосердный». Эти два слова мы уже с вами разобрали. Долготерпеливый и многомилостивый и истинный. А теперь поговорим о слове «долготерпеливый». Слово «долготерпение» происходит от еврейского слова «хасет», которое означает «преданность». Послушайте, дети Божьи, Бог относится к нам с состраданием, с долготерпением, а это «хасет» или «преданность». Он предан нам с вами, с любовью и добротой. Еще здесь сказано, что Он многомилостивый или не спешит гневаться. Некоторые люди, читая Библию, думают, что Бог сразу гневается. Но это не так. Бог постоянно старался проявлять сострадание, долготерпение и благодать по отношению к своему народу. Но когда они не вели себя должным образом, Богу приходилось отдаляться от них и осуждать их, чтобы сохранить Израиль, и чтобы они могли исполнить свое предназначение. Он не спешит гневаться. Он не вспыльчивый, а кроткий и терпеливый. Давайте посмотрим на следующий стих. Тут сказано «сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Заметьте, здесь сказано, что Господь прощает вину, преступление и грех. Это три разных слова на иврите. И они охватывают все виды греха. То есть Бог не просто прощает некоторые грехи. Благодаря крови Его Сына Он прощает все грехи. Он прощает вину или беззаконие от еврейского слова «авон». Это очень серьезно, потому что люди, совершающие беззаконие, не грешат невежественно. Люди, совершающие беззаконие, или, как здесь сказано, вину, ожесточены и не раскаиваются. Это можно назвать бунтом и обдуманным шагом. Люди, совершающие беззаконие, знают, что поступают неправильно. Однако через Иисуса они имеют прощение. А еще Он прощает преступления от еврейского слова «пеша». Преступления — это нарушение доверия. Бог прощает людей, когда они отворачиваются от Него, отвергают Его и разрывают с Ним отношения. Все мы виновны в этом. Все мы предавали Бога. Потому что нас больше волновало, что думают другие люди, или страх и волнений. Мы предавали доверие Бога, разрушали отношения с Ним. Но Бог прощает это. Здесь также написано, что Он прощает грех от еврейского слова «хатта». Плата за грех смерть. Но при этом Бог прощает вину, преступление и грех. Он всепрощающий Бог. А еще Он — Бог истины от еврейского слова «эмет». Затем сказано, что Он не оставит виновного без наказания. Но мы вернемся к седьмому стиху. Он — любящий Бог, сострадательный, добрый, милостивый. Но Он не позволит людям бунтовать и разрушать вселенную. Послушайте, что Он говорит. «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Что это означает? Это означает, что в итоге, если люди не покаются, то им придется отвечать за свои грехи, потому что Он не позволит виновному остаться без наказания. Люди, которые не отреагируют на Его предложение о прощении и не захотят примириться с Ним, будут осуждены им. Здесь мы также читаем, что если люди живут во грехе, то их грех переходит к их детям, внукам до четвертого поколения. Люди из семьи алкоголиков должны стараться не стать алкоголиками, потому что этот грех переходит по семейному древу. Надеюсь, вы сегодня увидели, что природа Бога, которая была продемонстрирована в Новом Завете, ничем не отличается от того, что Бог открыл Моисею в Исходе 34 главе. Он был Богом, человеколюбивым и долготерпеливым, и Он остается Богом, долготерпеливым и человеколюбивым. Он желает иметь взаимоотношения с вами. Именно поэтому Он создал нас с вами по Своему образу и подобию. Если вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, то все, что вам нужно сделать, прийти к Нему и сказать, «Иисус, я люблю тебя. Прости меня за мои беззакония, преступления и все грехи». Войди в мою жизнь и спаси меня. Отец Небесный, стань моим Папой. Я отдаю тебе мою жизнь. Спасибо за то, что спас меня. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства Своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Сегодняшний выпуск назывался «Открывая природу Бога». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести её, то зайдите на наш сайт или позвоните по номеру, который вы видите на экране. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнёром. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Чтобы стать партнёром служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. И да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Субтитры создавал DimaTorzok